Цены на продукты питания на сегодняшний день в регионе стабильные. Для того, чтобы стоимость социально значимых продовольственных товаров не росла, предпринимается ряд мер. Напомним, ровно год назад в своем послании народу Казахстана глава государства отметил значение продовольственной безопасности страны и поручил взять этот вопрос под особый контроль. Планомерная работа в данном направлении ответственными ведомствами ведется, однако ажиотаж вокруг цен на продукты всегда остается острой темой. Одни боятся, что цены снова вырастут, другие вовсе не видят стабильности. В теме разбиралась Александра Гауард. С начала текущего года индекс цен на социально значимые продукты питания по области составил 103,1%. За последнюю неделю в регионе в стоимости незначительно выросло мясо говядины и творог. Как отмечают специалисты, основная причина повышения напрямую связана с ценами на сырье. Уже провели комиссию по реализации механизма стабилизации цен. Планируется выдать займ по второму механизму ТО «Гормозавод» для того, чтобы стабилизировать цены на малышную продукцию. То есть смысл этого займа в том, что предприятие в течение определенного периода цены держит на продукцию, фиксированную в своих фирменных торговых точках, в том числе тех, которые находятся в наших социальных павильонах «Копши-маркет», СПК «Копши». А взамен ему представляется займ под сниженные процентные ставки. По поручению правительства республики основной акцент направлен на стабилизацию сезонных продуктов питания. В стабфонде области на сегодняшний день находится необходимый объем картофеля, лука, моркови и капусты. В целом ситуация с ценами не критичная, однако жители областного центра наблюдают иную картину. Многие отмечают, что стоимость товаров продолжает расти. Цены сильно поднялись в последнее время. Они и до этого росли, но тем не менее. Сейчас это очень ощутимо. В особенности подорожали яйца, молоко, мясо подорожало очень. Мы с супругом зарабатываем вдвоем, зарабатываем хорошо достаточно. Семья обеспечена, но большая часть денежных средств входит у нас на продукты питания. Ну, не еще коммунальные услуги, как обычно. У нас маленький ребенок. С такими ценами мы вынуждены, тем не менее, покупать все продукты питания по таким ценам. Так как ребенку нужно сбалансированное питание, витамины, минералы, микроэлементы. А все дорого, к сожалению. Одним из рычагов стабилизации цен на продовольственные товары выступают сельскохозяйственные ярмарки. На них стоимость устанавливается ниже рыночной на 10-20%. С апреля месяца в областном центре ярмарки будут запущены вновь. Отметим, в Республике Казахстан установлен перечень социально значимых продуктов питания. Он включает в себя 19 позиций товаров. Именно на них цены контролируются ответственными ведомствами.